Константин Федорович, пожалуйста, ваше мнение. Ну, я с большим интересом и вниманием слушаю все, что говорят уважаемые дипломаты. Я дипломатом не являюсь, никогда им не был, хотел, но не был. Я, в общем, вовлечен так или иначе в дискуссии вокруг Нагорного Карабаха с момента своего первого избрания в Государственную Думу первого созыва, то есть с 93-го года в той Государственной Думе я возглавлял Комитет по делам СНГ и связям соотечественники, впервые созданные в нашем парламенте. С тех пор я уже в четвертый раз депутат Государственной Думы и всегда работаю в этом комитете, когда не достигаю таких высоких карьерных должностей. Я первый заместитель, как вы знаете, этого комитета в нынешнем составе. Хочу отметить, что тогда в Первой Государственной Думе мы провели в стенах Государственной Думы первую и единственную до сих пор парламентские слушания о Нагорно-Карабахском конфликте. Это было в 1995 году. И, безусловно, за эти годы, много раз бывая в Нагорном Карабахе, встречаясь с разными участниками переговоров, но не участвуя в этих переговорах, как официальный член делегации, депутаты у нас ждут решения Нагорно-Карабахского конфликта, но сами не принимают непосредственно участия в дипломатической работе. Я, конечно, составил свое впечатление о том, как идет этот процесс и что было бы в данном случае справедливым, а что нет с точки зрения решения этого вопроса. Я многократно высказывал свою точку зрения. Не вчера, не позавчера, не год назад, а уже в 1994-1995 году. Говорил о том, что, собственно говоря, урегулировать Нагорно-Карабахский конфликт в духе компромисса и не возобновления войны. Если, с одной стороны, надо признать самоопределение народа Нагорного Карабаха, армянского населения, армянского, азербайджанского, безусловно, но при том соотношении, которое было в Нагорном Карабахе, очевидно, что любое волеизъявление, если бы оно было честно организовано, предполагало бы признание как минимум независимости Нагорно-Карабахской республики. Это, на мой взгляд, не подлежало сомнению и не подлежит до сих пор. Я также говорил при этом, что те районы по периметру Нагорного Карабаха, которые заняты были на момент прекращения активных боевых действий в 1994 году армянскими силами, должны быть возвращены Азербайджану за вычетом вопроса о коридоре между Республикой Армения и Нагорно-Карабахской республикой. Упоминался Лачинский коридор, Кельбаджарский коридор, но в любом случае судьба этих двух районов должна была быть тоже решена, и решена в духе того, чтобы коридор такой сохранялся. Вот, собственно говоря, позиция, которую я всегда занимал и всегда говорил о том, что, на мой взгляд, это выглядит как вполне достижимое дело при желании и воле обеих сторон. Я, конечно, не хочу представить дело таким образом, что в процессе этого долгого обсуждения, урегулирования, одни делали ошибки, а другие, скажем, делали только правильные ходы. Мне кажется, что в свое время по своим внутренним причинам армянская сторона сделала ошибку, взяв на себя полностью ведение переговоров в рамках Нагорно-Карабахского регулирования. Я имею в виду под армянской стороной, имею в виду официальные власти Республики Армения. Формат, который до этого существовал, мне казался более логичным, более правильным. Он предполагал, что в этих переговорах участвует Армения, Азербайджан, участвует Нагорно-Карабахская республика, и для того, чтобы у нее был в этом смысле какой-то противовес, по настоянию Азербайджана, азербайджанская община Нагорного Карабаха. Мне не казалось, что участие этой азербайджанской общины Нагорного Карабаха само по себе является таким препятствием, как, скажем, неучастие в этих переговорах самой Нагорно-Карабахской республики, которая все больше обретала и плоти, и самостоятельность, и относительную, конечно, и возможности. Но это произошло, и произошло, как я понимаю, в силу того, что руководители Нагорного Карабаха стали руководителями Армении, они знали ситуацию, и они надеялись на то, что эта добрая воля будет проявлена, и, возможно, будет быстро достичь урегулирования. К этому, вроде бы, вели переговоры, которые происходили между руководством Армении и Азербайджана, не только при посредничестве России, но и при посредничестве, например, Франции президента Ширака, или даже при посредничестве Соединенных Штатов, в Киуэсте, где в качестве организатора выступал госсекретарь Соединенных Штатов. Но этого не достигли. И не достигли именно потому, что течением времени в Азербайджане возобладали настроение реванша, желание во что бы то ни стало закрыть позорную историю поражения в Нагорном Карабахе и добиться этого не дипломатическим путем, а военной силой. Вот это стремление все больше набирало силу, особенно после смены властей, после ухода Гейдара Алиева и прихода его сына Эльхама. С этого момента, как бы, трубы войны все время звучали. В Баку все время сопровождали любые встречи, предупреждения, заявления и так далее. И напряженность все время возрастала. Как мне кажется, особенно после известной всем бархатной революции в 1918 году, это не было в должной степени принятого внимания армянской стороной. И, конечно же, были сделаны новые ошибки в силу недостаточного опыта и компетентности тех людей, которые пришли на смену более опытным переговорщикам. Я имею в виду, опять же, по внутриполитическим обстоятельствам заявление руководителя Армении, господина Пашиняна, о том, что Карабах – это Армения и точка, всякого рода публичные мероприятия, которые призваны это подтвердить, демонстративное принижение статуса руководства Нагорного Карабаха, которые пытались в данном случае привести к уровню губернатора одной из армянских провинций. Прямо так и заявляли некоторые единомышленники премьера. Все это, конечно, в результате сыграло свою роль, а оказалось необходимым господину Пашиняну, как я понимаю, по внутренним обстоятельствам, для того, чтобы, ведя свою борьбу с предыдущими властями Армении, со всем так называемым карабахским кланом, перещеголять победителей в прежней карабахской схватке суперпатриотизмом и желанием доказать, что никаких проблем нет, и все уже зацементировано, и так далее, и так далее. Ну, вот это, мне кажется, сыграло свою злую роль, хотя главное, конечно, в этом не какие-то внутренние проблемы, которые всегда существуют в политическом процессе в любой стране, а, повторяю, воля Азербайджана и стоявшей за ним Турции решить вопрос силой. Они несут главную ответственность за то, что произошло. Я присоединяюсь к тому, что было сказано о том, что самое главное, особенно после вчерашнего действия, которое было названо Парадом Победы, что нарушитель статус-кво, нарушитель договоренностей, в данном случае это Азербайджан, 27 сентября этого года, оказался выгодоприобретателем по итогам этой схватки. Это очень тяжелый урок и очень плохой пример для подражания, потому что этот пример может быть использован в разных случаях разными сторонами. Мы знаем о том, что всколыхнулись желающие повоевать на Донбассе, обострилась ситуация между Молдовой и Приднестровьем с приходом нового президента и так далее. Многие из политических деятелей, которые ставят на военные решения, они вдохновлены сегодня необычайными свойствами дронов, нового оружия, и такое впечатление, что море им становится по колено. Очень опасно, потому что, какими бы ни были результаты их действий, пострадать в результате могут люди, причем по обе стороны конфликтов и противостояний. Я продолжаю считать, что народ Нагорного Карабаха, прежде всего Нагорно-Карабахская республика или Республика Арцах, как реально существующее, пусть и непризнанное государство, имеет право на самоопределение, тем более, что к моменту, когда распадался Советский Союз, фактически Азербайджанская республика, Азербайджанская СССР уже не контролировала территорию Нагорно-Карабахской автономной области, и признание территориальной целостности Азербайджана в границах бывшей Азербайджанской ССР очевидно было поспешным и условным, потому что уже не соответствовало реальности на земле. С этой точки зрения, бесконечные ссылки на то, что это наша земля, наша территория, они нуждаются в оценке и переоценке. И я бы хотел еще, чтобы больше на эту тему не говорить, сказать, что поскольку я вовлечен, как и Владимир Николаевич, в работу созданного нами в 2018 году общественного такого объединения Лазаревского клуба, сегодня Совет Лазаревского клуба публикует свое заявление на злобу вчерашнего дня, где еще раз обращает внимание на то, что вот эти все парады, которые сегодня проводятся, или вчера проводились, являются на самом деле оскорблением не только попыткой унижения не только Армении и армянского народа, но и союзной Армении России. Россия и Армения союзники, поэтому все то, что прозвучало в ходе этого парада, особенно ссылки, например, президента Азербайджана на память Великой Отечественной войны, попытки провести параллели между борьбой с фашизмом и той операцией, которая была проведена в Нагорном Карабахе, они кощунственны, они лживы, и они заслуживают всяческого суждения. Если мы будем говорить на эту тему, я мог бы добавить, но само заявление мы передали в спутник, мы надеемся, что вы его тоже распространите, мы его распространяем уже в течение нескольких часов, где мы даем свои оценки, почему и как так произошло, то, что Армения оказалась униженной и оказалась сегодня в состоянии очень глубокого кризиса. Я считаю, что, конечно, ответственность за это несут не только Азербайджан, но и власти Армении. А что касается России, то мне кажется, что Россия понимает, понимает, что подписание этого соглашения и решение на этом этапе вопроса о войне и мире не является окончательным решением всего Нагорно-Карабахского вопроса, ибо, как уже было отмечено, в этом соглашении ничего не говорится и вряд ли могло быть сказано в той обстановке, в которой она подписывалась, о статусе оставшейся части Нагорного Карабаха. Это, безусловно, тема дальнейших переговоров, и я категорически считаю невозможным, чтобы эти переговоры велись кем-то с позиции силы, победы, парада победы и всего остального. Это путь в никуда. И после того, как Россия появилась на Нагорном Карабахе, появилась не только в результате приезда какого-нибудь депутата или группы наблюдателей, а появилась со своим миротворским контингентом, я надеюсь, что такая позиция будет гарантирована в переговорном процессе. Спасибо. Николай Иванович, пожалуйста. Немножко странным.